Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. Как вы знаете, в Польше ввели специальный закон, который подразумевает льготную легализацию для иностранцев, которые заехали в Польшу, спасаясь от войны. Так вот, эти люди могут находиться и работать в Польше на льготных условиях. Все знают это, но также сейчас активно обсуждается еще одна дополнительная мера, которую Польша хочет ввести. Это давать этим украинским беженцам вид на жительство, а также карту побыту. В этом видео мы рассмотрим с вами, кто сможет получить эту карту побыту, на какой срок она нам будет даваться и что можно с ней делать. Поэтому досмотрите это видео до конца. Для начала скажу, что в этом видео будет собрана вся информация, консолидирована, которая имеется на данный момент по картам побыту из специального закона. Для тех же, кто в первый раз заехал в Польшу и не знает, что такое вид на жительство Польши, то это вид на жительство, которое подразумевает длительное нахождение на территории Польши. А сама же карта побыту это пластиковая карта, которая только подтверждает этот статус. То есть тот факт, что вы получили вид на жительство. Так вот, в соответствии с нормами уставы первой, арт 38, этого спецзакона, на такую карту побыту могут рассчитывать те категории лиц, которые легально находятся на территории Польши и подпадают под правила. То есть получили статус УКР и получили ПЭСЛ, то есть те люди, которые заехали после 24.02, получили статус УКР, ПЭСЛ, они смогут рассчитывать на нормы этого спецзакона и получить вид на жительство. А на какой же срок будут выдавать эти карты? Так вот, ответ на этот вопрос достаточно прост. И он прописан в этой спецуставе, устава 4, арт 38, где четко указано, что эту карту можно будет получить на 3 года с момента получения децизии. Децизия это решение. Поэтому на 3 года будет даваться карта, но также указано, что она будет даваться только разово. На 1 раз, но сразу на 3 года. Поэтому если после прошествия этих 3 лет вы захотите далее оставаться в Польше, то вам нужно будет искать другие варианты для легализации. Но возможно за это время еще будут какие-то дополнительные изменения и можно будет достаться на каких-то других правах. И вот самый главный вопрос. Когда же можно подаваться на этот вид на жительство? Так вот, подать на этот вид на жительство можно не ранее, чем за 9 месяцев с момента въезда в Польшу, но не позднее, чем через 18 месяцев, которые прошли после 24.02. То есть должно пройти 9 месяцев с того момента, как вы заехали в Польшу. Только после этой даты можно будет подавать на вид на жительство. А можно ли будет работать с такой картой? Так вот, трудоустройство можно будет осуществлять без получения любого дополнительного разрешения. Освещение, зазволение и так далее. И можно будет официально работать на весь период этого вида на жительство. То есть на все 3 года. Это также указано в спецуставе. Ну что же, по сути такая карта побыта для украинских беженцев. Это отличный вариант для тех людей, которые подпадают под все нормы и хотят остаться в Польше на как можно более длительный термин. Пока что еще не понятны все нюансы по этому закону, по получению такого вида на жительство. Но постепенно, со временем они будут проясняться и я буду стараться рассказывать вам о них. Поэтому, чтобы не пропускать актуальные новости, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите внизу в комментариях под видео, какие возможно у вас есть вопросы, либо какую тематику вы бы хотели услышать на этом канале. А также, если у вас остались какие-то вопросы, либо вы хотите что-то обсудить, то внизу в описании под видео вы найдете ссылку на телеграм-группу, где вы можете общаться между собой, задавать вопросы и получать ответы. А также, внизу в описании под видео есть ссылка для бесплатных переводов денег через TransferGo. По моей ссылке вы получаете бесплатные переводы абсолютно по всем направлениям. Поэтому можете зарегистрироваться уже сейчас, а деньги перевести позже, когда вам это будет нужно. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!